Основной вопрос в повестке дня на заседании Городского общественного совета по образованию совместная работа педагогов и родителей для мотивации детей к учебе. Чтобы между учителем и учеником выстраивались доверительные отношения, необходимо не только постоянно развивать и совершенствовать образовательный процесс. Не менее важно учитывать мнение родителей по вопросам обучения и воспитания школьников. Для этого в Самаре было создано окружное родительское собрание, функции которого – информировать родителей об организации учебно-воспитательного процесса, а также изучать запросы по его улучшению. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно взаимодействует семья и школа. Ведь родители – это тоже участники образовательных отношений, и им нужно подсказывать, помогать, а где-то и учить. Мы считаем, необходимо объединить усилия и родителей, и педагогов с целью создания благоприятных условий для развития ребенка. Для того, чтобы родители, дети и школьники могли общаться как партнеры в общеобразовательных учреждениях города, организуют дни открытых дверей, совместные открытые уроки. Такие мероприятия проходят ежегодно, к примеру, в Самарском спортивном лицее. Проводятся социально значимые патриотические акции, а учебный год завершается фестивалем «Семья года», в котором принимают участие все желающие. Эта работа, она у нас уже как бы давно позволила нам добиться определенных некоторых результатов, потому что, сами понимаете, родители меняются, появляются новые родители. Вот родители будущих первоклассников, они отличаются от тех родителей, дети которых во второй и третий класс ходят. Немаловажное значение в самарских школах уделяют и организации здорового питания. К слову, для учеников младших классов оно по-прежнему бесплатное. За его качеством ежедневно следит специально созданная комиссия. По каждой жалобе проводится проверка. Родителям предлагают заполнить анкеты, которые помогают определить болевые точки, вопросы школьного питания и вовремя их устранить. В каждом образовательном учреждении родители привлечены к тому, чтобы они понимали, как организуется питание, насколько оно качественное, детям рационы, которые предоставляются детям из тех продуктов, на бок которых обязателен должен быть. Поэтому говорить о том, что бесконтрольность или недостаточный контроль, наверное, мы об этом просто даже не можем. В ходе заседания глава города Елена Лапушкина заострила внимание на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях и качестве услуг, которые оказывают охранные предприятия. Все школы и детские сады Самары имеют кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт управления вне ведомственной охраны, функционирует система видеонаблюдения. Кроме того, городским департаментом образования регулярно проверяется пропускной режим в учебных и дошкольных учреждениях и их антитеррористическая защищенность. Ольга Павлов, Василий Колдашов. События.